Илья Добротвор, главный редактор издания «Белорусская правда» прямо сейчас с нами на связи. Илья, здравствуйте. Добрый. Добрый. Ну вот, в продолжение нашего материала, ОБСЕ представила доклад о серьезной угрозе человеческому измерению ОБСЕ в Беларуси с 5 ноября 2020 года. Сам доклад был опубликован 11 мая, буквально вот недавно. Весь доклад, естественно, не буду читать, это не имеет смысла, но и можно на сайте организации с ним ознакомиться, он достаточно подробно представлен. Здесь есть полная версия. Соответственно, если есть такая серьезная угроза, что говорит буквально 18 мая уже, через неделю после публикации этой доклады, что говорит Лукашенко? Что созданная по итогам Второй мировой войны для поддержания и укрепления международного мира и безопасности ООН, как и ОБСЕ, на глазах мирового сообщества превращаются в институты давления и конфронтации. Этот вывод, соответственно, содержится в заявлении, которое Лукашенко сделал в четверг, 18 мая, на встрече с участниками заседания Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности. У меня возникает, соответственно, вопрос, но если есть такие доклады, то почему, первое, на Беларусь не наложены те же санкции, которые наложены на Россию, не закрыта, например, там граница, да, в 11-м пакете санкций тоже, по-моему, не фигурирует Беларусь. И потом, ну, если есть такой доклад, то, соответственно, какие противодействия в отношении Беларуси могут быть предприняты и почему они не предпринимаются? Ну, ответ на этот вопрос очевиден. Они предпринимают для того, чтобы не толкнуть его больше еще к Путину, то есть не затолкнуть его, как бы оставить крысе какие-то вот возможные, ну, крысе, я имею в виду, вот как крысе, оставляя загнанную в угол крыса, она как бы наиболее опасна. А так им дают, как бы, по кусочку сыра, и она более-менее еще адекватна. Ну, чтобы Беларусь окончательно не стала российской губернией, поэтому санкции, как бы, ну, не вводят в полном объеме. Ну, причем как-то даже странно, потому что вот уже... А полнее возможно? Да, ядерном оружии, да, так вот, размещение тактического ядерного оружия, ну, просто соучастница войны России против Украины. Ну, да бог с ним, как говорится, может быть, почему-то... Мы рассуждаем со своей позиции, да, а есть реал политик, и это совершенно другое. То есть мы, граждане Украины, да, мы понимаем, мы понимаем это все. А мы, белорусы, которые в изгнании, которые в Беларуси находятся, мы понимаем. А западные политики играют в реал политик. Но просто было бы, да, еще какое-то хотя бы, там, я не знаю, от британской разведки, как обычно мы любим следить за ней, за ее анализом, хоть какие-то попытки контакта окружения Лукашенко, в том числе с Западом, попытки сконтактироваться, что вот, как говорится, я вам моргаю, я в заложниках, условно говоря. Но такого тоже не происходит, и никаких контактов взаимодействия не сообщается. Но не об этом, собственно, хотелось у вас поинтересоваться. Вот, если обратить внимание на правозащитную организацию Human Constant, занимающуюся анализом борьбы с экстремизмом в Беларуси, она фиксирует увеличение числа пререследуемых в стране, несмотря на ужесточение уголовного законодательства. И при этом правозащитники предупреждают, что в белорусском обществе растет поддержка силового сопротивления режиму Александра Лукашенко. Вот, если у вас какая-то, возможно, информация, как это проявляется? Ну, это силовое сопротивление, это как-то силовики вместе с обществом где-то уже некое соприкосновение происходит, и они готовы в случае чего восстать против Лукашенко? Или, я ошибаюсь, у вас какие сведения есть по этому поводу? Ну, мне очень хорошо вчера рассказывал знакомый, который живет в Минске, сопротивление сейчас идет достаточно интересным способом. Жители Беларуси очень вежливы с сотрудниками милиции, достаточно вот на таком ироничном уровне, но сотрудники милиции не могут этого понять, иронию. Также я хотел попросить все-таки не называть, называть «экстремистами» в кавычках. То есть, ну, мы все понимаем, что в Беларуси понятие экстремизма просто размазано, просто убито, и это слово потеряло общемировое значение. Я не знаю, как это назвать, но Александр Лукашенко в Беларуси, ну, как бы, нету экстремизма. То есть, есть политические заключенные, политическое преследование, но никак это не экстремизм. Ну, это так называется статья, анализ. Я просто хочу давать, если просто сотрудники милиции не понимают иронии, то можно в качестве протеста попробовать сарказм. Они тоже не понимают. Ну, ну, говорит и говорит. Ну, законы есть, ну, законы. Ну, окей. Реально, конечно, реально работает на него Губопик. Губопик уже нечего терять, фактически. Ну, я думаю, что в случае чего он тоже может перевернуться. То есть, если придет к власти демократический президент лет через 20, то, может быть, они понесут наказание. К сожалению, даже если Лукашенко вдруг уйдет, умрет, еще что-то с ним случится, придет, скорее всего, ну, не новый Лукашенко, но что-то подобное, который, конечно, не будет проводить никаких расследований. Возможно, одиозные фигуры будут наказаны, понесут какое-то наказание, ну, не какое-то, а предстанут перед судом. Те, кто звучали в новостях, скажем, Азаренок, там, не знаю, там, наиболее одиозные судьи. И я не думаю, что все, к сожалению. Практика показывает, что нет, либо они успеют убежать куда-нибудь, ну, не куда-нибудь, а в России, у них-то вариантов, в принципе, не так много. Я настроен в этом отношении, я настроен пессимистически. Мы помним, сколько гонялись, сколько продолжались суды над пособниками нацизма, над самими нацистами, и не все нацисты понесли наказание. Некоторые, мы вспомним историю, ГДР, ФРГ продолжали работать. Те же судьи, которые при нацистской Германии выносили приговоры, как бы, ну, изначально политические, они остались там в ГДР, допустим, судьями. Тут уже, наверное, от белорусов, от белорусов зависит та же люстрация, да, позволят ли они потом, после Лукашенко, пост-Лукашенской Беларуси, позволят ли тем же судьям работать на тех же, в тех же креслах. Ну, это как говорится, да. Позволят, позволят. И они остаются в Беларуси, и они останутся в Беларуси. И они, мы не можем лишить их гражданства, ни права голоса, то есть, ну, либо каких-то прав. Они будут, будут иметь влияние какой-то период. У нас будет переходный период, и я надеюсь, что он будет достаточно короткий. И там не сразу понесут, никакой люстрации однозначно одномоментно не произойдет. Говорит, ну, мы можем долго фантазировать о том, что может быть, а может не быть, да, в таком государстве, как Беларусь. Давайте поговорим о нынешней ситуации. Сейчас еще одну цитату приведу. Машина репрессий в Беларуси не останавливается, а репрессии для силовиков режима, сама провозглашенного президента Лукашенко, уже стали смыслом существования. Об этом в эфире нашего телеканала заявил глава движения «За свободу» Юрий Губаревич и добавил. Белорусы осознают, что какие-либо протесты – это прямой путь в тюрьму, однако люди продолжают выступать против режима Лукашенко. Вот давайте как раз послушаем. Тут есть несколько служб, которые занимаются репрессиями. Это не только традиционное КДБ и милиция, но также различного рода образования, такие как ГУБОПИК. Они конкурируют между собой в плане репрессий. Кто больше выявит так называемых врагов народа, кто покажет свою наибольшую лояльность непосредственно Лукашенко, востребованность. Поэтому многочисленные дела придумываются на пустом месте. Людей садят буквально за то, что они лайкнули какие-то сообщения в социальных сетях, и они за это получают многие годы тюрьмы, вещи просто непонятные для общества. Но это все в Беларуси происходит. И остановиться они не могут, так как в этом действительно их смысл существования. Если бы Лукашенко чувствовал себя уверенно, если бы он думал и понимал, что большинство народа отказалось от борьбы и в какой-то степени его поддерживает, наверное, репрессии бы закончились. Так как они продолжаются и усиливаются, Лукашенко прекрасно понимает, что никакой поддержки Беларуси он не имеет. Ну и вот смотрите, еще в марте этого года, фактически два месяца тому назад, был также предложен доклад ООН о преступлениях Минска. К выводам пришел Верховный комиссар ООН по правам человека, опубликовавший доклад о положении в области прав человека в Беларуси. Но если коротко, то неприемлемая картина безнаказанности и практически полное уничтожение пространства деятельности гражданского общества основных свобод. Вот. Юристы также тут размышляют и объясняют, какие последствия для режима в Минске будут иметь эти выводы. И у меня тут напрашиваются два вопроса. Ну, первый, по поводу последствий. Я так понимаю, что это мы говорим как раз вот о необозримом неком будущем после Лукашенко, что, возможно, какие-то последствия будут иметь. Сейчас, ну, вряд ли это будет, да, как я понимаю из нашего с вами разговора. А второй момент, что полная неприемлемая картина безнаказанности. Вот, возможно ли, например, еще раз в обозримом будущем в Беларуси 20-й год, протесты массовые? Если взять историю, вот что дает, как бы, небольшую надежду, если взять историю, то политическими всегда занималась КГБ. А тут возник ГУБОПИК. Надо понимать, что они не конкурируют в плане того, что чем больше дел. Для КГБ ГУБОПИК – это просто бельмо на глазу. Они, как бы, просто враг. Ну, это просто конкурент такой, которого необходимо уничтожить, в принципе. Ну, вы представляете, если взять аналогию бизнеса, была одна компания, а тут возникла какая-то другая и начала захватывать рынок. Ну, безусловно, то есть, ну, будет борьба, будет, я думаю, что будет со стороны КГБ нанесен удар по ГУБОПИКу. Ну, и вот на этот, как бы, на этот конфликт спецслужб есть надежда небольшая. Вот. Ну, на то, на силовое, это, ну, однозначно будут появляться партизаны. Но, к сожалению, я бы не питал вот таких иллюзий. Я вот, ну, я понимаю, просто в борьбе, допустим, силовиков, да, там, КГБ против ГУБОП, например, Управление по борьбе с организованной преступностью, да, как это может повлиять на выход или не выход людей на массовые протесты? Вот то, что я спросил о 20-м, о 20-й год, я не зря вспомнил, как раз говорится же сейчас, что Лукашенко, по сути, мстит за 20-й год гражданам Беларуси. Как это вот, этот конфликт может повлиять на протесты? Ну, это один из игроков может решить, подставить другого, как бы, каким-то образом. В продолжение вопроса Сергея, в том числе, и вот то, что мы вспомнили об одном из белорусов, который поддался преследованием власти, скажем так. Так вот, Илья, в контексте этой темы, почему белорусы сейчас не объединяются? Вот смотрите, тогда в 20-м году они массово вышли. Или сейчас силовая структура еще более усилилась, которую поддерживает Лукашенко. И поэтому, ну, учитывая то, сколько народа в Беларуси, ладно, там тогда еще можно было где-то кто-то разделился во мнениях политических, когда были президентские выборы. Но сейчас, я понимаю, что вы вот в начале нашего разговора говорили о том, что это мы так мыслим. Но, тем не менее, страна загоняется в санкции, потому что, так или иначе, Европейский Союз вводил санкции против Республики Беларусь за пособничество, они таки звучат, Российской Федерации. Там размещают в ядерное оружие, это тоже в нарушении Конституции. Ну и, собственно говоря, то, что Лукашенко после якобы до болезни, там что-то с ним происходило, не то, что не дождетесь, да, говорил, я еще всех вас переживу, но пригрозил своим вечным правлением. Так вот, почему сейчас общество не готово сплоченно, одномоментно, возможно, сговориться и выйти? Это все-таки, ваше мнение, силовые структуры сейчас усилены? Или риски того, что Российская Федерация поможет разогнать? Смотрите, во-первых, Российская Федерация готова помочь. Во-вторых, вы не отслеживаете просто внутреннюю пропаганду. Они обвиняют в санкциях Латушка, Тихановскую, что это именно из-за них выводится сам. То есть, таким образом переворачиваются. Надо не забывать, что внутренняя пропаганда, все из белого делает черное, из черного делает белое, как бы. И белорусы в большинстве своей, ну, смотрят, как бы, российские и белорусские телеканалы. И они внутри этой пропаганды. Поэтому трудно достучаться. Те зрители, тот контент, который делаем мы, который вот Юрий Губаревич делает, он с трудом, с трудом попадает в Беларусь. Наши сторонники, это наши сторонники. Они останутся нашими сторонниками. Мы хотим достучаться до тех, кто остался там. К сожалению, там люди сейчас выживают. И пропаганда делает все, чтобы обвинить в экономическом кризисе оппозицию. Что именно из-за них, как бы, вот это все именно из-за них. А для них готовят картинку. Хорошо, тогда коротко ваше мнение. Вот насколько связаны эти два режима, путинский и лукашенковский, если пойдет путинский режим, пойдет ли лукашенский, как скоро это может случиться, как думаете? На мой взгляд, победа, капитуляция России, победа Украины повлияет, вынудит либо уйти, либо что-то менять. Потому что он лишится единственного своего, я бы не сказал союзника, скорее спонсора, гаранта его власти. То, что не может дать ему Евросоюз, то есть гарантию абсолютной власти. Гарантию того, что он останется хотя бы в власти. А Путин и такую гарантию дает. Ясно, спасибо вам, Илья. Напомним, Илья Добротвор, главный редактор издания «Белорусская правда».